Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня я готовлю голубцы. Давно я их не готовила, наверное, с прошлого года. Вот не хочется лазиться вот из-за этой капусты, потому что листы надо всегда отваривать или отваривать. В основном ее варят в горячей воде. Но сегодня у меня лайфхак будет, или как сказать по-новому, я хочу попробовать мантоварки и отпарить. Потому что способы те, которые мне подсказывали микроволновки, ничего у меня не получается. Все равно качан вот этот толстый, так не пропариваются листы. Поэтому, если у меня получится сегодня, я вам все подробно расскажу. Сейчас у меня вода уже закипела. Я ее опускаю на дно. Вырезала вот такую вот глубокую дырку. вот такую вот, где кочерыжка. И вот этим местом я кочерыжкой вот этой как раз вот на самую вот эту дырочку, вот где у меня вот так вот поставила. Тут кругом пар идет. Закрываю крышкой. Потом я открою, посмотрю, если листики у меня вот эти уже будут мягкие, значит уж она у меня готова. Сейчас я сначала закрываю крышкой и наблюдаем. Наблюдаем. А тем временем я сейчас отварю, пока у меня капуста готовится, я сейчас отварю до полуготовности. Вот у меня стакан риса. И фарш накрутила чисто говяжий. У меня была говядина кусок. Где-то, что-то я взвесила, чуть больше килограмма у меня. Вот на этот фарш у меня, значит, стакан риса я отварю до полуготовности. И овощи потушу. Морковка, вот две у меня морковки, два лука репчатого, две луковицы репчатого. И перчина. Это я, значит, потушу. Буду добавлять все в голубцы. Ну, а пока ждите. Прошло минут 15, я покажу, что дальше. Я вот открыла, посмотрела вилочкой. Тут она вся такая уже мягенькая, протыкается. Сейчас я ее попробую перевернуть и посмотреть, ее, моя остыла, проткнуть, подождала еще. Вот смотрите, как здорово. Она у меня прямо здесь, видите, посушилась. Вообще, мне понравилось. Только сейчас посмотрим, как она сварилась. Вот эти листики хорошо отходят. Вы знаете, я вообще одной рукой не смогу, наверное. Я сейчас ее переберу. Ну, в общем, что я хочу сказать. Что вот этот способ мне понравился. Просто надо сейчас аккуратненько снимать, чтобы не порвать листочки двумя руками. Она, видите, она вот тут вот дальше мягкая и там мягкая. Вот это. Просто надо двумя руками ее. Может, где-то надрезать надо. Ну, этот самый удобный способ. Во-первых, она не такая, как вот в воде сваришь, с нее все течет. А это все-таки в момента варки она и стекла, и даже вот она остывала сейчас вот таким способом. Тоже, в общем, жидкости в ней нету. Единственное, что она... Сейчас надо ее перебирать двумя руками. Потом я включусь. Я распотрошила. В общем, он настолько мягкий, что он даже вот это вот еще тоже разбирается. Видите, мягкий. И, в общем, вот, видите, я могу даже его вот сложить, этот листочек. Но я не буду, потому что мне это уже не надо. Уже мне... Ой, так листов очень много. Но она вот эта мягкая. Она уже никуда есть. Ее только потушить еще можно. Вот. Может ее потушить и пирог сделать еще. Или пожарить. Ну, по-синей. Ну, в общем, посмотрю еще. Так, в общем-то, у меня вот такие листочки вот, ну, кое-где вот они надрезались, видите, надломались, вернее. Но я их тоже... Я не буду больше резать на половинке. Вот какой лист есть, вот такой большой, я буду заворачивать. У меня фарша много. В принципе, все целые листочки. Мне очень понравился этот метод капусты отпаривания. Поэтому я буду теперь так дальше продолжать через мантоварку. Вот тут я ребра вот эти вот у капусты отрезала. Вот. И вот, видите, они все целые. Вот такие хорошие листочки. Хорошо отбирается. Вот. Она еще... Я подождала. Она, видите, она хорошо подостыла. Смотрите, какие большие, хорошие листочки. Смотрите, прямо я довольна. Вот это самый хороший метод на мантоварке. Девчата, ребята, будете делать вот такими листьями голубцы, потому что есть и ложные голубцы. Сейчас по-новому делают. Но я хочу по-старому сделать голубцы. Сейчас я заверну фарш. У меня фарш уже готовый. Вот. И дальше покажу. Показываю. Сейчас я еще покажу. Я уже заворачиваю. Беру я фарш. Две ложки фарша. Готовый у меня фарш уже. Здесь у меня луковичка репчатая. Одна. Перец, соль. По вкусу. В общем, все, что нужно. И рис. Чуть-чуть я его не доволила. Теперь у меня вот этот большой листик. Я не листала их. Вот я его так вот заворачиваю. Видите, как хорошо. Капуста податливая, мягкая. С двух сторон. С одной стороны закрыла. С другой стороны закрыла. Видите, я даже получается даже одной рукой у меня хорошо заворачивается. Вот и все. Вот у меня голубец-голубка на кастрюлю получилась. Включаю я плитку. Вот тут не стала я больше делать. Вот и так уже два ряда их. Потому что мне некуда будет уже овощи ложить. Я тут накатала. Немножко фарш остался. Я тефтелек сделала. Вот так вот. Пусть у меня еще тефтельки будут. Все, теперь у меня здесь, значит, овощи. Что у меня здесь? Морковь, лук, болгарский перчик, два помидора и две ложки томатной пасты. Все, я сейчас это сюда выливаю. Сверху прямо. И залью кипяченой водой. И пусть у меня тушится минут сорок. А то и час. Буду смотреть. Сейчас я залю водичкой. Я так встала, потому что солнце прям светит в окно. Вот. Сейчас я залю водой кипяченой. Вот видите, как солнце светит. Заливаю водичкой. Потом я еще поперчу, посолю. Я еще посмотрю. Открою. Потому что нужно будет еще солить и перчить. По вкусу. Хотя я овощи когда тушила, я солила и перчила. Все, я не буду больше доливать воды. Достаточно. Потому что от капусты еще может быть поднимется все. Закрываю. Пусть тушится. Минут сорок. Я не говорю, что самое. Пока я посмотрю. Сейчас я поперчу. Я люблю черным перчиком. Я когда не варилась, я еще поперчила, посолила. Я не люблю со сметаной. Я люблю с майонезом. Я добавлю майонезика. Вот. Как бы мне сейчас одной рукой, я не знаю. Сейчас я попробую разрезать. А, видите, капусточка мягкая. Правда, надо было вилочкой держать. Сейчас я попробую. Горячая, правда, еще. Капусточка мягкая. Как бы попробовать одной рукой. Так неудобно. Ладно, попробую сейчас фарш. Конечно, это вкусно. Это вкусно. По соли все нормально. По соли, по перцу. Капусточка, правда, сильно горячая. Но это очень вкусно. Ребята, вот так вот капусту. Потому что была проблема, конечно, голубцы. При подаче, конечно, по вкусу может быть, что ты тушишь капусту все вместе. Как говорится, крошишь ее. И она как тушеная получается. Или вот так вот, при подаче, так, конечно, интереснее. Привыкли наши времена. Уже, что нам готовили родители наши голубцы вот в таком виде. Поэтому, конечно, по вкусу, может, они ничем не меняются. И по сравнению с тем, что если все вместе попрошено. Но мне очень нравится. И хочу именно вот так готовить. Целиком. Поэтому радуйте своих близких, родных. Приятного аппетита. Всем пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.